Если ваша герань стала желтеть и листики начали сохнуть, этому может быть несколько причин. Прежде всего, это неправильный режим полива, когда редкий или избыточный полив может вызвать серьезное пожелтение листьев. Также проблема может возникнуть из-за отсутствия дренажа, который нужно было добавить при посадке. Так как герань не любит переувлажненную почву, ее заболачивание, то хороший дренаж очень важен. Также проблема может возникнуть из-за очень маленького горшка. Если он будет тесным, листья тут же просигнализируют об этом увядании. А еще при таком же положении дел корни растения не будут получать достаточное количество питательных элементов. Во время покоя в зимнее время года герань не надо ставить на подоконник, под которым находится радиатор, и не стоит оставлять на сквозняке. Также зимой не нужно заливать герань водой и вносить азотные подкормки. Исходя из причины, по которой листья пожелтели, методы восстановления цветка будут отличаться. Если причина пожелтения заключается в переувлажнении почвы, если вода застоялась и не впитывается, то надо проверить наличие дренажа в горшке. Если достать цветок из горшка и заменить его на новый, плюс внести немного глюкозы или приелого навоза, растение быстро оживет. Когда герань перерастает в горшок, необходимо быстро пересадить его в больший горшок, а почву после пересадки поливаем слабым раствором йода. А еще лучше оставить цветок без подкормки на некоторое время. Если причиной пожелтения является избыток полезных веществ и перекармливания растения, его надо пересадить. При этом корневую систему растения необходимо промыть проточной водой и высадить в почву. Он будет долго приживаться и отходить от стресса. Некоторое время нельзя подкармливать растения никакими удобрениями, в том числе и органикой.